Другие не могут поступить, а я дочь, что бы доникала, устроила, мать погибла, и дочери, что с ним было перед смертью, никто не знает. Но это не игрушка, пять молодых, абитурерки, а те, которые сдают экзамены, готовятся встать. И прислали какого-то Колесникова, очень известный юрист, он рассматривать будет, сам прокурор России, как-то его имя я не знаю, Севастян знает, и он любое дело раскрутит. Ну а теперь кого-то арестовывают, нашли, ну теперь допрашивайте, а еще есть такая большая ставка, а еще процесс мотивирования событий где-то, как он был, куда заводил, его ведут, и вдруг он без наручников, он вырывается, и с пятым или с седьмым этажом бросается на лестничной площадке, разбивает окно, летит и разбивается. Вот, когда показывают фильм «Восхождение дьявола» про Дитлера, там один когда бросается и падает на землю. Так, а теперь проверяю, что там было. Ну, мы эти не могли, ну вот, как правило, они так делают. Это так говорят. Вот отца Данила Сысоева убили, и никого не... Да как же работает? Ну, вот, надо найти, не могли найти. А нашли? А как нашли? Ну, баллистически по пуле определяют, какой пистолет, не знаю, да каких пистолетов там тысяча. Ну, они говорят так. И вдруг какой-то не подчинился им, Тиргиз, они его застрелили, и у него нашли этот пистолет, и поэтому он убил отца Данила Сысоева. То есть они не человека ищут, а создать вот эту, как сказать, конструкцию, по которой люди поверили. Поверили. Ну, поверили, успокоились. А на Александра Мения не могли составить ничего, никак. Потому что в ближайшем присутствии топором ударил и зарубил. Он до дома дошел еще сам, и спросили, кто он, говорит, никто, и умер. Ну, сейчас спрашивать. Я его знал, я у него исповедовал. У меня записи остались в беседе с Александром Мением. Ну, а как там было, то, искали. Последние, такие озера, там, пруды, все проверяли. Ну, что, пришел, топор выбрался, а что он будет выбраться? Он зарыл на огороде или потащил, кровь смылась, и никак, все топоры не проверили. У меня только в одного пять топоров. Вот. Так и не нашли. На личный контроль брал мне Хозяин Сергеевич Гармачев, тоже не нашел. За ним, кто и шел там, тоже не нашел. И теперь уже, за давностью. За давностью. А у Бога все вымеряется. Но это, его смерть напоминает смерть Троцкого. К нему никак не могли подобрать себе. Эти русские посланы мертонеры, испанцы, к нему. И тот его ученик, троскист. И вот проверяет охрану, а он идет и пронес с собой ведорубь. Вот, да, во льдан где-то идет, цепляться. И да, ему какое-то брошел. Он начал читать, он сзади выкатывал, рубанул несколько раз. Сильно закричал. Это палач был. Палач революции. Тухачевский, все остальные. Ну, только Ленин страшнее его был. И убил, он умер. И дали ему срок, я сейчас не знаю сколько, но не менее 20 лет он отсидел, вернулся ему, поверден Ленин или еще, допустим, сейчас все пишут. где-то Меркадер испарился. То есть, если думают убить, они убьют. На Гитлера было явных покушений, показывать сколько. На Фиделя Кассера около 50, кажется, было. И ни одно не удалось. Так, не потягаться за столом. Я только сейчас говорил одному. Покушения были на генерала Деголя. Он ехал с зятем, а они там где-то строили кучу щебня и за щебнем затаились. И в это время залив сделали, но наверняка пораньше был так. И он сзади с зятем сидел, а Деголь он высокий такой, он его, ложись, что у него? Он, видно, полковник был-то. Он даже не знал, что такое голос, дышим взятие его. И машина понеслась на всей скорости, они стреляли и не убили. На него много покушений было. И когда хоронили Фидж-Жеран и Джерана Кеннеди, он там был. И только в момент, когда надо было в церковь заходить, внезапно разметка сообщила, во Франции задержали такого-то, который сказал, во время похороны на Кеннеди будет покушение на Деголя. снайперы посланы, и все стали, все отговаривать его, говорят, еще чего не хватало, он войну был героем, сопротивление где-то. И он как был, так полный, росли пришел, никакого покушения не было. Хотели показать, что он рус. Видите, надо было разгадать замыселы. И он уже все, я выхожу, и снова ему телеграмму дают, не выходи. Оказалось, что несколько киллеров, которые готовы лепить лес, пока не убьют тебя. И оказалось, ничего не было. Это я считал, прямо написано. Доброе утро. А вот взяты потом заговорили, я не знал, что у тебя такой голос зычный. А вот как президент, все, даванул книзу. Все понял. Покушение. На Гитлера было много покушений, ни одно не сработало. Одно-то лжо было сработать. Но не сработало. Почему самолет поднялся чуть выше? И замерзла. Кислота, или что там, что ли у них было, состав какой-то, и не взорвалось. В одном месте они заложили, он ночами проникал, там долбил стену, и где его выступать? Стену заложил на правую мину, и опять мусор подбирал, замывал. Все. И взрыв произошел. Мой Гитлер выступил раньше на 20 минут, и закончил раньше, чем обычно. И успел выйти из зала. А это-то сделал, делал, да и поехал. Дальше. Все. Вот так, через старские границы. Таким образом узнали, так не написано. Все, расстрел. А один должен был стрелять во время, когда Гитлер-то, это Ленин нигде не вылазил, а Сталин вообще никто не видел. А Гитлер в открытом грузовике перед народом везде показывает. Более популярной личности за 2000 лет не было. Не было. Это сегодня все понимают. И люди мельтешились один за другим, и нельзя было стрелять. А подговорились стрелять прям за всем юношу. И вот он взял, который там штаб, без глаза, и рука у него прогрелась. И он говорит, и главное, Гитлер спасло что? В этот день было слишком жарко. Его внутри помещения, если бы было, где-то они же все погибли бы. А он сказал, ну, вернее, веранду. На веранду-то выше, а у него большой стол, дубовый. И в это время, когда взорвался, он показал на карте, склонился и весь залез на стол. Только ноги там остались. И ноги ранены были осколками. А он остался живой. Во-первых, жарко было. Дальше дал указание, перенести в другое место. Дальше дубовый стол. Это все события такие. Он должен был до этого быть. А когда уже пришло время, уже к 45-му году, и уже могли убить. Там Чехова была одна артистка, русская, ее завербовали. В это время уже все не должны взорвать. Но только осталось, вернуть шнур, взорвать ее в театре. А Сталина указывал не трогать. Если будут другие, они пойдут на соглашение с Западом. А с Западом не пойдет. Сталина сильно боялся этого. Наступило время, когда поняли, что смерть его никому не выгодна. Надо просто воевать до конца. И вот эти политические нюансы, кажется, а какое отношение к нам, к христианам, имеет? Уметь ждать. Михаил Ларионович Кутузов говорил, отсидеться и ждать. И Бородинской битвы бы не было, как бы царь Александр I не настаивал. Кажется, он в это время был. Вот, освободитель. Ждать. Уметь ждать. И вот мы ждали. 45 лет, пока нас переселили на дома Роспотребнадзор. На Роспотребнадзор жалобы нету. И все. Я видел такая карикатура во Вьетнаме. Воюют, американцы там убивают. И горовые наваренные вьетнамцы, которые приходили там с картинками, все вернули. И написано, жалоб от мирного населения не поступало. Ну, а кого поступало? Все расстреляли. И так и у нас тоже. Жалоб от нас на Роспотребнадзор не поступало. Мы знали, что слуги антихриста добивают. Но для нас нужен был не лагерь, а дети. Детей мы сохранили. Вы уже сколько здесь? Скоро недели будет? Вот я споржу. Мария, Не надумала убежать раньше срока? Нет. Ну, куда мы убежим, когда шарим здесь? Они такие друзья. Я целого-то остаться, но потом... Я целый год остаться, но потом... Ты не купалась еще здесь или купалась? Не купалась. Купалась? Ну, сегодня, видно, погода будет такая. Так, Надежда Васильевна, вчера ты утверждала, 4-го, 5-го, 6-го будет ураган, дожди проливные. Я говорю, да может и не быть? Нет, будет. Я сегодня раз прослушал такая уверенность. Дай Бог каждому верующему и просоюзному деятельу, говорится, иметь такую веру. Она верит абсолютно. МЧС сообщили по Алтайскому краю. Это не значит, что потеряете только. Да нигде нет в этом. Сережа едет. Алтайский край без Барнаула не может быть. А Барнаула без потеряете никуда. Иногда в Барнауле даже не потеряете. Ну хорошо, скажи, где сейчас такой ураган, больше даже субботнего. Я спрашиваю, что больше субботнего, ты жда. Ты паникер. Паникер. Наводишь панику. Тебя надо вовремя было на Майдан послать. Я сказала те слова, что МЧС сообщили мне по телефону. Я сказал, МЧС ошибается. Я сказал. Я сегодня прослушал, сейчас наш разговор. Значит, и я ошиблась. Так ты покаяния не даешь никакого, да? Прошу прощения. Больше этого не будет. Бросят прощения. Налейте полную чашку прощения. Да эту кошку я не могу видеть. Бросят. Кастрюлю пощения дайте. Бочку. Авансом. Смотри, Мэн. Когда кошка... Это на клец завезло. Дай. Надержа сильно. Кошка вылезла. Кошка подбегла. Не в то время, когда ты ешь, чтобы на чашку... Ну, посмотри. Ну, она... Ну, любит она меня. Ну, и что? Это ни о чем не говорит, чтобы она за столом была. Другого времени нет. Только сейчас надо полюбоваться. А, ребята, мы уходим? Давайте. Вот. 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 Боже всемогущий. Хвала тебе. Возьмай милостями всем заботящимся о нас, подающих нам милостыни. Научи нас помнить о наших благодетелях, которых ты побудил сотворить благое. Благослови Елену, Анастасию, Максима. Всех помогающих нам, Андрея. Ты знаешь их имена. Путешествующего Сергея и Жизни. Спаси, помилуй. Приезжающих и отъезжающих. Сохрани. И труд наш заболит благословенным, полезным и безопасным. Слава тебе, Отецственный, Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спасибо Христос. Я их закрыл, мне очень нравится. Так, уходим. Сестры, займите детьми. Володя, дай указание на огород, куда угодно. Никита. Мюша, сперва. Поезжай. Да, Витя.